МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оттока капитала нет. Официальные источники говорят об отсутствии опасных тенденций на финансовом рынке Хакасии. Минздрав Республики дал первые комментарии по поводу ЧП в Абаканском роддоме. Но объяснения врачей не устраивают пострадавшие семьи. В Джаникидзовском районе появится заказник олени-перевал. Чем это обернется для местных жителей? И есть ли у них повод писать протестные письма властям? Хранители народного сокровища свой юбилей отметили мастера, благодаря которому в Хакасии сохраняются национальные инструменты. Хомес, Читхан и другие. Сегодня 3-е воскресенье ноября. Во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП. Для нашей республики дата имеет особый смысл. За минувший год в Абакане произошло несколько ДТП, вызвавших сильнейший общественный резонанс. За каждым из случаев сломаны человеческие судьбы, когда жизнь родных и близких пострадавших уже никогда не будет прежней. Ваня Мансуров, он находился в колонне школьников, которых протаранил автомобилист-наркоман, до сих пор нуждается в дорогостоящем лечении. Как рассказал нам его отец, сейчас мальчик с мамой в Израиле. Врачи не дают прогнозов, но родители живы одной лишь надеждой, что их сын все-таки сможет вернуться к нормальной жизни. Лиф и Анастасия Улукбашева в марте потеряли младшего сына. Около КДЦ Южный нетрезвый водитель выехал на тротуар, когда по нему шла мать с двумя детьми. Именно после этого случая жители Хакасии начали сбор подписей за ужесточение наказания пьяным убийцам за рулем. И, наконец, трагедия семьи Спиренкиных, погибших в результате наезда бывшего начальника юротдела налоговой Алексея Лебедева. Неделю назад его осудили на пять лет, но прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала в суд на пересмотр дела. Необычайный общественный резонанс по поводу этих случаев, во-первых, показал, вокруг каких проблем мы действительно способны объединиться, во-вторых, должен стать большим уроком для автолюбителей. Пешеходы и водители – вечные противоборствующие стороны, но последним стоит помнить – их защищает железо, а пешеход – изначально более слабая сторона при столкновении. Саяна-Шушенская ГЭС окончательно вернулась в строй. На станции ввели в работу последний отремонтированный агрегат. А это значит, восстановление станции после аварии 17 августа завершилось. На это понадобилось пять лет и 40 миллиардов рублей. За эпохальным событием в отечественной гидроэнергетике следил Константин Кравцов. Вот и сработала символическая красная кнопка. Вот и оживают спустя пять лет показатели на электротабло. Теперь специалисты говорят однозначно – Саяна-Шушенская полностью восстановлена, а вместе с ней и вся энергосистема страны. Гидроагрегат номер два тогда в 2009-м стал эпицентром аварии. Колоссальная сила воды просто вырвала крышку и саму турбину. Пострадал сам машинный зал, остальные девять агрегатов. А главное – погибли 75 человек. Когда произошел взрыв и вся автоматика отказала, Александр Катайцев в составе группы Эльдара Багаудинова вручную опускал задвижки на водоводах. Это, возможно, помогло спасти тысячи жизней. Однако именно в момент аварии молодой энергетик находился в помещении под одним из агрегатов. И 17 августа 2009-го – теперь его второй день рождения. Буквально за стеной тогда погибла целая смена рабочих. Когда все это произошло, видя все эти колоссальные разрушения, масштаб, трудно было представить, что на самом деле даже в довольно короткий срок это все было восстановлено. Нам все строительные конструкции, оборудование, все было заменено. Но это очень важно. Сейчас для всех нас станция возродилась и продолжает это работать. Восстановление станции стало делом чести для энергетиков. Уже на первом этапе в 2010-м было запущено 4 наименее пострадавших агрегата. Год спустя на станцию из Петербурга морским путем одна за одной были доставлены новые турбины. Теперь станция имеет мощную автоматическую систему защит, а за ее состоянием следят тысячи датчиков. Сегодня в своем видеообращении к работникам СШГС из Владивостока президент Владимир Путин отметил, она вновь вернула себе статус флагмана российской энергетики. Уверен, что эта работа приведет к тому, что не только улучшится электроснабжение сибирского региона, но и СШГС внесет свой существенный вклад в стабильную работу всей энергосистемы страны. Пять лет для восстановления такого объекта действительно короткий срок. От начала до конца всем процессом руководил Игорь Сечин. Сегодня же он вручил государственные награды лучшим работникам. Глава республики в свою очередь обратился к Росгидро. Раз станция восстановлена, не будет лишним увеличить налоговые отчисления. Такую предприимчивость топ-менеджер компании, судя по всему, оценил. Хочу обратиться к жителям Хакасии. Берегите своего лидера. Замечательный человек. Он любую возможность пытается использовать на благо Хакасии. Он душно, я уже неделю пошел до этих налогов. И даже сегодня... Стоит отметить, после трагедии 2009-го СШГС, Черемушки и его жители стали особенными для местных властей и для Росгидро. В поселке появилась масса социальных и спортивных объектов. Сегодня, спустя пять лет, кажется, люди наконец пришли в себя. Мы все-таки рады, что поселок у нас стал красивым. Чувствуется забота о нас. Потому что раньше внимания на нас не обращали. Сейчас мы любуемся. Мы видим красоту нашего поселка. Шкура наша шикарная. Да, мы гордимся этим. Надо жить, продолжать, чтобы все было. Жизнь продолжается. Как говорится, поколение растет. В день запуска агрегата в Черемушках большой праздник с выступлением российских артистов. Но здесь каждый знает, восстановленная станция навсегда останется для всех не только жемчужиной гидроэнергетики, но и памятником тем, кто ушел безвременно, тогда в 2009-м, и тем, кто ее восстанавливал. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Эксперты прогнозируют рост оптовых энерготарифов в Сибири. Речь идет о ценах на электроэнергию для юридических лиц, то есть для всех предприятий и компаний, а также для малого и среднего бизнеса. Все они покупают киловатт-часы не по фиксированному тарифу, как обычные потребители, а по ценам, которые складываются на оптовом рынке. В Сибири цены на нем бьют исторические рекорды, утверждают аналитики. Это связано с маловодьем. Гидроэлектростанции не накопили достаточно воды и стали меньше вырабатывать киловатт-часов. Возмещать недостаток приходится теплостанциям, а их энергия гораздо дороже, чем у ГЭС. Что же в Хакасии? Действительно, Саяно-Шушинское водохранилище наполнено меньше, чем в прошлом году. Соответственно, уменьшится и выработка. А вот в Хакас-энергосбытии, уверяют, резкого роста цен нет, а в октябре они даже подешевели по сравнению с сентябрем. Однако дальнейшее развитие событий там прогнозировать не берутся. Все зависит от событий на российском энергорынке. В среду Минздрав наконец прокомментировал ситуацию с младенческой смертностью в Абаканском роддоме. Напомню, за последние месяцы в учреждении погибли несколько новорожденных и одна роженица. О причинах трагедии чиновники пока не говорят, но убеждают. Случившееся лишь исключение из правил. На самом деле показатели роддома улучшаются с каждым годом. Сегодня в Абакане на свет появляется каждый второй младенец республики. Женщины приезжают рожать со всех районов и по родовому сертификату, и по направлению врачей в связи с осложнениями. Именно абаканский роддом, как самая оснащенная клиника в Хакасии, работает с самыми сложными случаями. 70% – это не физиологичные роды. А сложные? Да. По официальной информации, за весь прошлый год в роддомах республики скончались 42 ребенка. Это без учета мертворожденных. Цифры этого года обнадеживают за 9 месяцев 17. Это самый низкий показатель младенческой смертности за всю историю республики Хакасии. В Минздраве знают о каждом таком ЧП. И все нашумевшие случаи в абаканском роддоме тоже на особом контроле. Последняя трагедия произошла 31 октября. Внук Светланы умер, прожив всего два дня. Долгожданный мальчик родился в срок. Беременность планированная, анализы всегда были хорошими. Несмотря на то, что в родах возникли осложнения, после появления по 10-ти бальной шкале малышу дали 8. И переживания родных врачи не разделяли. 31-го дочь утром мне позвонила, сказала, что у ребенка с рта идет кровь с легкого. Когда я пришла к Ржевской Наталье Валентиновне и задала на первый вопрос у нее, почему у ребенка кровь идет с легкого, вы мне объясните, в чем причина. То есть она не могла мне дать корректного ответа. Ответы родные малыша не получили и потом. Версии выдвигались разные. От порога сердца, родовой травмы до заражения крови. На последней, кстати, остановились. Предварительная причина смерти – двухсторонняя гнойная пневмония. И заражение, возможно, было внутриутробным. Со слов людей, именно под эту версию сейчас подгоняют доказательства. Вот пока ребенок родился, пока с ребенком было хорошо, нам все улыбались и говорили, все хорошо, все замечательно. А когда вот с ребенком произошла такая казнь, то есть начались новые какие-то диагнозы, новые анализы почему-то у нас стали появляться, изменятся новые анализы. То есть до этого была кровь у нас хорошая, теперь, оказывается, у нас кровь плохая. Все-таки мы считаем, что это была халатность врачей. И мы пытаемся сейчас это доказать. Найти и наказать виновных сегодня требует еще несколько семей. В каждой погиб ребенок. В одном случае скончалась и роженица. Вот только Минздрав настаивает, общественный резонанс не испортит статистику. Если 10 лет назад из тысячи новорожденных умирали 25, то сегодня около 8. И это средний показатель по России. Журналисты, пришедшие на пресс-конференцию, посвященную детской смертности, конечно, ждали от Минздрава результатов проверок. И не дождались. Мы не можем давать комментарии, потому что инициирована была проверка с совершенно другими органами. Они могут это прокомментировать совершенно по-другому. И мы можем выглядеть не очень хорошо. Вы боитесь этого? Нет, мы не боимся. Мы не боимся. Мы не хотим, чтобы разночтение было. У нас есть пример нашего врача, акушера-гинеколога. Акушера-гинеколога, ты что, чем это закончилось? А почему реакции СМИ нет на это? Переход на повышенные тона объясним. Медики настаивают. Именно СМИ подогревают ситуацию, смакуя подробности каждого случая. А ведь для сравнения, в прошлом году было больше смертей. Но ни по одному факту дел не возбуждали. Проводили внутренние проверки и даже находили виновных. Если есть нарушение должностных обязанностей, а так было, мы это не скрываем. У нас были такие случаи нарушения должностных обязанностей. И тогда в этом случае мы применяем все меры, как положено по Трудовому кодексу. Конечно, Минздрав сегодня не только ищет виновных. Пытаются сломать саму систему. Хамство младшего медицинского персонала. Надеются искоренить, заставив их учиться. Курсы организованы при медколледже. А видеокамеры в родовых залах, установленные совсем недавно, должны обеспечить человеческое отношение со стороны акушеров и врачей. Запись поможет и во время расследований. Идет и переоснащение роддомов. А начавшееся строительство перинатального центра в Хакасии вообще рисует радужные перспективы. После его открытия служба родовспоможения выйдет на качественно новый уровень. Возможно, тогда поводов для проверок Следственного комитета и прокуратуры станет меньше. И женщины не будут бояться идти в роддом. Где и в чем хранить деньги? Вот вопрос последних недель, мучающие россиян, у которых есть хоть какие-нибудь сбережения. И чтобы понять, как обстоят дела в республике, предлагаю посмотреть данные, которые предоставил Назбанк Хакасии. Итак, если верить представителю регулятора, ситуация последних месяцев практически не повлияла на активность вкладчиков. Несмотря на резкий рост курса доллара и евро, жители Хакасии не кинулись переводить рублевые вклады валютные. По последним данным, их доля по-прежнему в районе 5% от общего объема сбережений. При этом граждане стали активнее скупать валюту. Но говорить о том, что в банках Хакасии ее не хватает, нельзя. Всего же на счетах жителей Хакасии хранится 21 млрд 116 млн 233 тыс. рублей. Цифра внушительная, ведь консолидированный бюджет всей республики порядка 30 млрд рублей. Еще в сентябре эта цифра была больше на 2 с лишним миллиарда. Но, как известно, в октябре прекратил свою работу народный кредит, за счет чего и произошло уменьшение. По последним данным все того же Национального банка, банкротство народного кредита пока не спровоцировало массовый отток капитала. Более точная картина станет ясна к концу ноября, когда произойдет обновление финансовых данных за октябрь. Официально не всегда совпадает с реальным, и мы решили провести собственный опрос общественного мнения, чтобы узнать, доверяют ли жители и гости столицы банкам и вообще, что думают о том, как сберечь свои деньги. Банкам теперь не доверяю. Как народный кредит лопнул, походила за деньгами, теперь не доверяю. Нету доверия. Лучше хранить в банках дома, чем в банке. Вот вы уверены, что на следующей неделе ваш банк не попадет в эти три банка, которые будут убиты на следующей неделе? Хорошо. Нет? Вот и все. Вот и все доверие. Как вы считаете, где лучше хранить деньги? Деньги где лучше? В недвижимости? А почему вы не доверяете банкам? А как им могу доверять, если я уже покупал не один раз? Ну, наверное, скорее всего, лучше всего в недвижимости. Валюта. Золото сейчас внизу можно покупать, если вам надолго. Покупайте золото, покупайте серебро. Недвижимость, машины, техника. В доллары, в камни. Спасибо. Недвижимость у кого есть. Быть или не быть природному заказнику оленей «Перевал» – это обсудили накануне на общественных слушаниях в селе Копьево жители Аджиникидзовского района. Заказник будет создан в уникальном уголке нетронутой девственной природы и поможет сохранить северного оленя и других краснокнижных животных. Сельчане не против заботы о природе, но хотят, как и прежде, охотиться в тайге, а это невозможно, как только будет создана особо охраняемая природная зона. Удалось ли сторонам прийти к единому знаменателю? Смотрите в нашем следующем материале. На границе Кемеровской области и Аджиникидзовского района есть уголок, куда еще не добрался человек на своих снегоходах и квадроциклах. Благодаря этому здесь сохранилось редкое для наших мест животное – северный олень. Факт его существования был доказан этим летом в ходе экспедиции Госкомитета по охране животного мира. Северный олень – лесной подвид, внесен в Красную книгу России. Крайне доверчив, не боится человека и может допустить его на расстоянии до одного метра. То есть животное крайне уязвимо для браконьеров. По некоторым данным, сегодня в Аджиникидзовском районе водится всего 90 северных оленей. Такие данные приводят специалисты заповедника Кузнецкий Алатау, который как раз и граничит с Аджиникидзовским районом. В качестве защиты, мер охраны и защиты, они предложили создать на нашей территории, на территории Республики Хакасия, особо охраняемую природную территорию. Наш заказник будет буферной зоной для территории заповедника. Ближайшее к оленьему перевалу село – Гайдаровск. И вот жители с тревогой восприняли новость о заказнике. Они ничего не имеют против северного оленя, но им важнее свои интересы. Охота, сбор ореха и ягод, древесина – тайга – настоящая кормилица для сельчан. Останется ли там прежняя воля? Более ста жителей Гайдаровска даже написали письмо властям, в котором они выступили против создания заказника. Мы и так уничтожили все поселения, какие-то мелкие деревни. Они как будут жить? Для некоторых это ягодку забрать, грибочек забрать – это жизнь. Мы так уже ничего там не оставили. Последнее оставили. Сейчас участок закрываем и все. И люди оттуда выезжают. Как все будет на самом деле, на общественных слушаниях разобрали по каждому пункту. Люди волновались зря. На территории заказника можно и грибы, и ягоды собирать, и рубить деревья по согласованию с лесничеством. Эксперты Госкомитета пошли на уступки и изменили границы внутри будущего заказника, так что интересы местных жителей никак не пострадали. В целом, сельчане согласны с тем, что той красоте, которая их окружает, давно требуется защита от приезжих диких туристов. Это мнение поддержал и глава района. В любом случае будут приезжать и красноярцы к нам. Естественно, хотелось бы, чтобы это все было контролируемо. Вот мое видение как главы района, я хочу именно, чтобы все было под контролем. Кроме северного оленя, на территории заказника обитают краснокнижные птицы, тундровая куропатка и хрустан, а также редкие лишайники и другие ценные растения. Сохранить уникальный уголок и его ландшафты нетронутыми важно еще и потому, что в будущем в этом районе планируется добыча золота. Запретить ее на местном уровне невозможно. В силах республики только жесткий контроль. И наша задача, ту хозяйственную деятельность, которую будет производить при добыче золота, была минимизирована и подконтрольна была после того, как она будет отработана золота. Заказник оленей перевал станет первой особо охраняемой территорией в Орджоникидзовском районе. Но первые кордоны с инспекторами появятся еще не скоро. После общественных слушаний проект должен быть согласован с федеральными властями и только потом вопрос переходит к правительству Хакасии. Так что официальное решение будет принято только в следующем году. И в дополнение темы новый руководитель Орджоникидзовского района планирует основательно заняться развитием туризма. Задач несколько. Главная из них – это создать инфраструктуру для цивилизованного отдыха и держать под контролем свою территорию, те же Ивановские озера. Сейчас же многие отдыхающие из Кузбасса и Красноярского края ведут себя порой откровенно по-хамски, когда и намека на уважение к окружающей среде с их стороны нет. Вот как прокомментировал свои цели Алексей Попков. Захватил дикий туризм, по-другому не скажу. Это красноярцы, опять же, сделали себе отдушину. Город миллионный. И вот сегодня там, если летом, мы видели там массу квадроциклов и вот паломничество людей, которые едут на эту нашу красоту. А сегодня это снегоходы, которые там вот я первого числа буквально и ноября был. Там мы просто действительно, знаете, какая масса народа. И она это все бесконтрольная. Такое желание, знаете, упорядочить, действительно, чтобы это было и налоговая база нам, конечно, поступала. Ну и хотелось бы, чтобы не было вот той дикости, что сегодня там и мусор оставляется горами, да, и какая-то бескультура вот такое. Охота как бы все это упорядочить. Был действительно гостиничный комплекс. Вот доступны эти были всем и мотоциклы, и квадроциклы, и снегоходы, чтобы каждый мог туда приехать. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Глава Хакасии в четверг побывал в Алтайском районе. Первый пункт рабочей поездки – Белоярская средняя школа. Ей скоро полвека, и когда здесь был капитальный ремонт, учителя даже и не помнят. Тем более приятно, что в этом году по программе частного государственного партнерства удалось капитально отремонтировать школьный спортзал. В нем заменили полы и откапитали раздевалки. Я довольна, что такой спортзал и такой прекрасный ремонт нам сделали здесь. Более приятно теперь тренироваться и заниматься. Ангелина вместе с товарищами по команде в конце сентября выиграла первенство страны по легкой атлетике среди школьников. Об этом рассказали главе республики и попросили расписаться на призовом кубке. Губернатор в ответ подарил юным спортсменам набор спортивных мячей. А в фойе школы речь пошла о загруженности учебного заведения. Дети занимаются в две смены. На ходу было принято решение начать строить новую школу. На 15-й год все-таки часть средств выделить на строительство. Мы Белаярскую школу начнем в пределах 10-15 лет. Начнем. А там жизнь покажется. В спорткомплексе «Колос» уже ждали волейболистки команды Надежды Хакаси. Девушкам есть чем гордиться. Только что победили в зональном этапе первенства России, поедут на финал. В прошлом году, напомним, стали вторыми в стране. В награду республиканские власти преподнесли команде именной автобус. Это очень скромный результат для такого дорогого подарка. Ну вот, работаем. Обещаем. 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 Заряд позитива глава региона получил и в деревне Летник, где принял участие в церемонии открытия нового сельского клуба. Строительство профинансировала Москва. Напомним, прежний ДК был поврежден землетрясением 2012 года. Из республиканской казны выделили миллион рублей на приобретение мебели, оборудования и сценических костюмов. В клубе уже проходят занятия народных коллективов и дискотеки. Мы тут поем, еще танцуем и еще любим здесь книжки приходить читать. Глава республики подвел итоги рабочей поездки в Алтайский район. Он уверен, что с вводом двух угольных разрезов доходы района заметно увеличатся. Будет увеличена помощь сельчанам и со стороны республиканского бюджета. Пока помогаем больше, наверное, малым селам, но придет очередь и будем помогать частным подворим, кто живет в больших поселениях. Я думаю, год-два. И перейдем тоже на эти условия, чтобы, если часть не держит так же, как мало деревни, так же доплачивать, льготы на корма дать. Конечно, речь идет не только о селах Алтайского района. Программа поддержки будет распространяться на всю территорию Хакасии. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Не забывают о районах и депутаты Верховного Совета. На своих округах они встречаются и с муниципальными руководителями, и с рядовыми жителями. На этой неделе заместитель председателя Верховного Совета Светлана Могилина посетила Сорск, где приняла участие в заседании Гурсовета. О каких проблемах говорили депутаты, расскажет Ольга Стельмах. Депутаты Верховного Совета продолжают рабочие поездки по избирательным округам. На вверенным им территориях парламентарии встречаются как с муниципальными руководителями, так и рядовыми жителями. Светлана Могильна посетила Сорск. Заместитель председателя Верховного Совета побывала на заседании Гурсовета. Непосредственное участие в обсуждении важных для города вопросов, уверена Светлана Могильна, позволяет более оперативно реагировать на проблемы. Это та территория, от которой я избралась, а значит есть те люди, которые мне доверяют, чьи интересы я представляю на уровне республики. Потому что напомню, что Верховный Совет же не только законодательный, но и представительный орган. Поэтому я имею определенную ответственность перед этими людьми. И если что-то здесь не получается, а эти вопросы лежат в плоскости решения на уровне республики, значит я виновата в этом. Впрочем, пока претензий на избирательном округе Светлане Могильной нет. Более того, жители Сорска знают, с их депутатом в экстренном случае можно связаться даже не в приемные дни. Между днями приема ее возникают какие-то вопросы. Звоним, говорим, она берет на вооружение, какие-то вопросы пробивает, дает ответы. И вот так мы с избирателем работаем. Непосредственность в решении вопросов, непосредственность в отношении с избирателями располагает к ней. Сегодня Сорск решает не только проблемы материальные, но и духовные. Это единственное муниципальное образование, где нет собственного православного храма. Сбор пожертвований на его строительство идет уже не первый год. Верховный совет внес свой вклад. Финансовую помощь от депутатов партии «Единая Россия» на создание прихода Светлана Могилина передала будущему настоятелю. Мы бы хотели, чтобы какая-то маленькая толика участия депутата от Верховного совета легла в основание нашего так долгожданного этого храма. Поэтому мы посоветим. На невесту мы начнем вложить вкладку стен. И мне хотелось бы признать вам подарить вам икону. Спасибо. Казам, что иконы Божьей Матери у нас храм как раз в честь этой иконы. И чтобы она вас хранила и нашей благодарностью хранила. Спасибо. Затем с рабочими поездками Светлана Могильна столь же часто бывает и в Усть-Абаканском районе. Доможаковский сельсовет. Лишь с помощью депутата на территории наладили вывоз мусора, а в Али Тутачиков буквально с руин восстановили дом культуры. Завезли современную аппаратуру. В поселке Оросительный создали детскую площадку. Каждый депутатский визит в праздник – подарки для детей-сирот и малообеспеченных семей. Очень приятно видеть и работать с такими активными депутатами Верховного Совета, потому как они в любое свободное время, и как только мы попросим, они сразу приезжают, чтобы нам решить те или иные вопросы. Такой объем работы с рабочими здесь сделать, это, знаете, уже очень надо стояще. Это помещение для школы в селе Весеннее сегодня стало незаменимым местом. Здесь проводят уроки и внеклассные часы. Узнают историю родной деревни, ее быт и культуру. А еще недавно о своем музее руководство школы лишь мечтало. Буквально с нуля помогли создать его депутаты Верховного Совета в лице Светланы Могилиной. Нашли спонсоров, организовали ученическую группу «Поиск». Мы используем тот материал, накопленный в нашей музейной комнате, который здесь имеется. А имеется здесь очень много материала. Это культура традиций хакасского народа, культура традиций русского народа и других народов, проживающих на территории Хакасии. Другая проблема учебного заведения сегодня лишь в стадии решения. Она, в отличие от музея, требует более весомых финансовых затрат – строительство столовой. Правда, помещение, где дети обедают, при школе, естественно, есть, но находится оно в разрез всем санитарным нормам в подвале. Добраться туда непросто. Вход в столовую лежит через бывшую кочегарку, а крутые спуски давно стали причинами синяков и ушибов. Очень часто, когда мы идем в столовую, происходит толкание. Многие годы весенненская школа не могла добиться строительства нового пищеблока. При небольшом бюджете средств на это в муниципалитете не хватает и сегодня. Между тем, шанс обзавестись просторным и, самое главное, неподвальным помещением есть. Светлана Викторовна пообещала нам, что в 2015 году мы должны вселиться в новую столовую, которая уже, проект и все, готова, значит, на первом этаже. Вопрос о выделении денег на школьную столовую Светлана Могильна планирует поднять при обсуждении бюджета на следующий год и надеется, что другие парламентарии поддержат эту инициативу. А сейчас о ценах на жилье. В Абакане они ежегодно растут и, как прогнозируют эксперты, так как свободной земли в городе остается все меньше, это только повышает стоимость квадратного метра. А как обстоят дела в других столицах Сибири, решили узнать наши корреспонденты. Новосибирск, как и положено городу-миллионнику, отличается достаточно высокими ценами на жилье. В среднем стоимость 54 тысячи за квадратный метр. По данным риэлторов, новосибирцы активно заключают договоры долевого строительства, причем самый большой спрос на однокомнатные квартиры и квартиры студии. В Омске квадратный метр также дорожает примерно по полпроцента в месяц. Но, как ожидают местные специалисты, скоро все изменится. После Нового года жилье может подешеветь примерно на 5%. Сейчас же квартиры в новостройках здесь стоят 42-43 тысячи рублей. А вот на Барнаульском рынке жилья наметился застой. За год продажи упали практически на треть. Возможно, это связано с растущими ценами. Сейчас средняя стоимость в новых домах почти 48 тысяч за квадрат. Специалисты считают, что во многом цены взвинчивают перекупщики. В соседнем Красноярске одни из самых высоких цен на жилье. Квадратный метр в новых домах может стоить до 60 тысяч рублей. Элитное жилье и вовсе обойдется в 72 тысячи за квадратный метр. Что касается столицы Хакасии, то она сейчас переживает настоящий строительный бум. И на Абаканском рынке также отразились все тенденции рынка жилья. Наибольшим спросом пользуются гостинки и однокомнатные квартиры. А стоимость жилья, несмотря на рекордное предложение, не падает, а только растет. Средняя цена 39-40 тысяч за квадратный метр. В пятницу свой юбилей отметили люди, без которых было бы невозможно сохранение и развитие национальной музыки. Сергей Черков и Петр Топоев – мастера по изготовлению чатхана, хомоса и других хакасских инструментов. Поздравить юбиляров собрались музыканты и деятели культуры со всей республики. В этот вечер оба юбиляра не говорили речей и не играли сами. Им подарили настоящую роскошь в честь своего 50-летия услышать то, как звучит плод их трудов в руках у самодеятельных артистов и у профессиональных музыкантов. Культура республики многим обязана этим мастерам. В 90-е годы именно Сергей Черков и Петр Топоев решили возродить хакасские инструменты и организовали мастерскую по их производству. Какой гигантский труд стоял за этим, пожалуй, известно только им самим. Благодаря энтузиазму мастеров эти инструменты сегодня живы и дарят слушателям те звуки, что слышали на этой земле и многие века назад. Но при этом тот же древний чатхан отнюдь не символ прошлого, уверены мастера. Это инструмент, который привлекает абсолютно всех. Вот я за это время могу с уверенностью сказать, что само звучание, саму форму привлекает очень многих. Поэтому за ним будущее, естественно. Если Сергей Черков делает чатханы, то Петр Топоев – хомесы. Сегодня на их инструментах играют в мус-колледжи и музыкальных школах по всей республике. Хочу поблагодарить народ. Трудные 90-е годы, когда было тяжело, они учили своих детей, покупали инструменты. Тем самым нас поддерживали и поддерживали тот творческий поиск, наши эксперименты. На юбилейном вечере также звучали хобрах Их Тимир Хомес. Мастера прошли большой путь, но сейчас у них есть еще одна мечта – чтобы в республике появился свой национальный оркестр, а за инструментами дело не станет. Браво! И это вся информация на сегодня. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!